Человек, которого называют Билборд Крис, путешествует по стране с плакатами против блокаторов полового созревания. Его настоящее имя Крис Элстон, и мы рады, что он присоединился к нам сегодня. Крис, большое спасибо, что пришел. Итак, для чего ты это делаешь? Я узнал об этой проблеме в конце 19-го года, а затем исследовал ее в течение 20-го. Я отец двух девочек, им 10 и 12 лет, так что они сейчас как раз в той возрастной группе, когда многие девочки начинают идентифицировать себя мальчиками. За последние 10 лет число девочек, желающих сменить пол, увеличилось на 4000%. На социальном уровне это происходит в школах, где они меняют свои имена и местоимения. Но что меня действительно беспокоит, так это сопутствующее медицинское насилие. Таким детям вводят блокаторы полового созревания, начиная с 10 лет. Затем им дают гормоны противоположного пола, которые приводят к бесплодию. И как мы видели в показанных ранее видео, порой им даже вырезают матку или пенис. Новый стандарт Всемирной Ассоциации Трансгендерного Здоровья рекомендует проводить такие операции с 17 лет. Но как мы видели в Калифорнии, в одной из клиник Кайзер Перманенте, порой доходят до отрезания груди 12-летним девочкам и кастрирования 16-летних мальчиков. Все это преподносится как гендерно утверждающее здравоохранение, что совершенно не так. Я пытаюсь помочь детям оставаться в своем естественном состоянии, чтобы они сами решали, чего они хотят, уже будучи взрослыми. Мы не должны подвергать детей медицинскому вмешательству по смене пола. Мы не должны калечить их половые органы, они ведь становятся бесплодными. Надеюсь, у вас получится привлекать все больше внимания к реальному положению дел. Мы можем обсуждать вопрос о трансгендерах, но я не думаю, что есть какие-либо разногласия о том, следует ли врачам разрешать калечить детей. Итак, с нами был Билборд Крис. Я очень ценю, что ты пришел к нам на эфир. Большое спасибо. Тебе спасибо, Такер. Субтитры создавал DimaTorzok